Ребят, хотите узнать, где есть пляж, на котором отдыхают в основном только местные и почему? Сейчас я нахожусь в Хостинском районе, так сказать, в одном из пляжей. Пляж будет называться Красный Шторм. Пойдемте посмотрим, сколько сейчас там народу. Я смотрю, здесь какие-то проводятся строительные работы. Еще туда не сходил, не посмотрел. Здесь, как вы видите, достаточно активная трасса. И нам надо под этот мост к вами как-то перебраться. Сейчас ходим, посмотрим. Здесь, видимо, будут проводиться какие-то работы. Мы отсюда спускаемся под магистраль транспортную и выйдем на море. Посмотрим, какое там море. Сюда, конечно, машины проезжают. Мы сейчас с вами зайдем на оборудованный пляж, потому что с недавнего времени туда кто-то пробрался и сделал его, так сказать, облагороженным. То есть поставил там лежаки, зонтики, ну, так сказать. И об этом пляже мало кто знает, на самом деле, потому что, ну, здесь не особо туристическая такая зона. Вот, пролетаешь этот, так сказать, пляж на машине, даже не замечая. Многие даже из местных не знают, где тут съезд и так далее. Вот. Ну, сюда можно проехать, вон в ту сторону. И, соответственно, чем он хорош? Ну, во-первых, здесь многие приезжают пожарить мясо, потому что здесь это никто не запрещает. Во-вторых, это очень кристально чистое море. Здесь не впадает никакая река, поэтому местные прям сюда приезжают очень часто. Вы отсюда прям видите, да, насколько прозрачная чистая водичка. Вот. И когда была пандемия, я сюда приезжал, показывал. Люди здесь, несмотря на какие-то запреты остальных пляжей, спокойно себе здесь отдыхали и загорали. Это было еще в апреле месяце, в мае. Вот. Поэтому очень интересное место. Советую вам сюда приехать, отдохнуть. Вот. Посетить этот пляж. Он, конечно, рядом, так сказать, с железной дорогой. Какой у нас пляж? Относительно от железнодорожного вокзала Адлера и в сторону моря, ой, в сторону Сочи, не проходит вдоль, так сказать, побережья. Таких пляжей сейчас-то и нету. Поэтому это не мешает, так сказать, местным отдыхать. Местным что нужно? Подальше от туристов, чтобы не так было битком забито. А сейчас забиты все буквально пляжи, особенно Эмеретинской низменности. Ну, прошел вот такой, так сказать, поезд. Он особо не напрягает. Как вы видите, шум небольшой. Соответственно, для местных это нормально, ничего страшного. Вот. Сейчас пройдем с вами, я вам покажу. То есть сюда, где на территорию получается платные лежаки, естественно, будут платные. Есть спасатель. То есть это вот уже часть пляжа, которую, так сказать, и охраняют, и следят за ней, и так далее. Посмотрите, какая чистая вода, насколько она чистая. То есть вот сюда надо приезжать, но, правда, здесь заход такой уже, так сказать, каменистый, не песочный, чтобы вы понимали. Ну и чисто-чистое море. Конечно, чуть дальше отплываешь. Вообще кристально чистая вода. Посмотрите. Она просто, вот здесь, наверное, метров уже 5, и достаточно чисто-чисто все. Так что, ребят, вот такой вот вам пляж, на котором и жарят шашлыки, и отдыхают, и купаются. В основном местные. Если вот пройтись, посмотреть, какие там машины стоят, вот поверьте мне, там будут в основном местные номера. Потому что не местные, если только те люди, которым рассказали, показали, что это место, так сказать, для местных, и сюда специально будут ехать. Поэтому вот такой вот вам пляж. Для тех, кто не знал, пляж Красный Штурм. Ну, оставайтесь на канале. Едем с вами снимать что-нибудь по недвижимости в Сочи, а именно что-то новое, что-то интересное, что-то, чего у меня еще не было на канале. Ребята, я вам показывал, вот предложение от застройщика, вот надежный застройщик, который строит совместно с администрацией, решает проблемы дольщиков, которые были кинуты ранее другими застройщиками по ФЗ-214. И вот, вашему вниманию, вот такой вот три корпуса жилокомплекс, который сейчас без названия, на теневом переулке находится. Двадцатиэтажных три корпуса, сзади него еще один корпус, который сейчас, ну, самый, наверное, надежный один из застройщиков города Сочи. Пытается доделать. Получили вновь разрешение на строительство до середины следующего года, то есть буквально через год вот этот уже комплекс будет полностью сдан. Строился ранее он по ФЗ-214. Сейчас здесь есть предложение от 80 тысяч за квадратный метр. Вот представьте себе, по таким ценам сейчас можно приобрести в данной локации, стоит ли здесь что-то покупать и действительно возрастет ли здесь цена. Но самый главный упор это именно на имя застройщика, который сейчас многие из объектов проблемных, так сказать, пытается вытащить из дна, да, то есть спасает, так сказать, дольщиков. Поэтому нельзя войти стороной и вот эту, так сказать, новость. Люди уже устали ждать, то есть стояло это достаточно долгое время эти три корпуса, равно так же, как и вон те корпуса, да, которые с проблемами, так сказать, остались. Вот, но потихонечку администрация находит, так сказать, таких застройщиков, которые доделывают и снимают, так сказать, с баланса недостроенного жилья. Итак, ребят, полностью монолитный дом, строился по ФЗ-214, централизованные все коммуникации, отопление в том числе, три корпуса А, Б, В. Вот это вот на ваших глазах уже застекленный корпус А. Пожалуйста, паспорт объекта, то есть окончание строительства запланировано на 21 год в июне месяце. Так, давайте мы поднимем коптер, посмотрим, с каких этажей это все-таки у нас открывается какой-то вид. Корпус А, Б и В. Корпус А самый сейчас, так сказать, уже на стадии отделки внешней, поэтому ориентир у нас вот такой. Уже получается где-то с седьмого этажа уже вид есть на море, до моря у нас порядка двух километров, полчаса пешком идти. Ну и давайте о комплексе кратко скажу, что на каждом этаже по пять квартир всего, от 47 площадь с половиной квадрат до 93,6 квадратных метров. Есть пентхаусы наверху, вот с такими будут красивыми видами, от 243 квадрата до 261. Большая достаточно территория, 4440 квадратных метров, также будет предусмотрено коммерческое помещение и так далее. В общем, для жизни в основном вот этот вот комплекс, он отлично подойдет, потому что дублер курортного проспекта, здесь очень удобная развязка. Также добираться до Дагамыса, то есть в общем, очень неплохой будет дом, который строился монолитный. Это вам, так сказать, не клубные дома, которые многие, так сказать, не любят, да, поэтому здесь есть выбор достаточно больших планировок, которые больше подойдут, конечно же, для жизни. Так, строительный объект, сейчас там ведутся работы, поэтому вовнутрь мы с вами планировки посмотреть не получится попасть. Давайте я вам покажу, какие здесь цены сразу, кратенько, да, то есть самая дешевая здесь квартира, это на седьмом этаже, вот 47,5 квадратных метров по 85 тысяч за квадрат. 85 на верхних этажах, 80 на нижних этажах. В общем, по наличию квартир, по планировке и так далее, пишите в личку, я вас сориентирую. Но цель в основном приехать, показать, что потихонечку проблемные объекты у нас в городе Сочи решают надежные застройщики, которые имеют опыт уже в строительстве и имеют опыт доведения до конца каких-то проблемных объектов. Поэтому очень приятно, что в нашем городе решаются проблемы, они бросают людей на произвол судьбы. Оставайтесь на канале. Может быть, кто-то не хочет ждать стройку, которую сейчас я вам до этого показал, на Теневом переулке, и хочет что-то готовое. Готовое поближе к морю, потише, чтобы с пешей доступностью до какой-то инфраструктуры и так далее. Сейчас мы с вами находимся возле жилого комплекса Октябрьский, вернее, на его территории, облагороженной территории с детской игровой площадкой, с подземным паркингом, вот с таким вот достроенным уже домом по, так сказать, по разрешению на строительство. И здесь проходят ипотеки, ипотеки всех в банках, потому что это статус квартиры, все централизованные коммуникации. А это у нас микрорайон, получается, низ Мамайки. Спорный район, многие считают, что это не очень хорошее место для отдыха. Я с этим не согласен, потому что, конечно же, есть места в Сочи и пошире, и получше, и побольше, но определенно здесь есть любители этого района и те, кто хочет здесь постоянно жить. И вот сегодня, вашему вниманию, именно такой комплекс для жизни. Почему? Потому что здесь строят новую школу, наш мэр Копейгородский уже анонсировал эту новость, поэтому в этом районе будет уже инфраструктура, так сказать, для школьного образования. А это значит, что этот район также подходит для жизни, особенно для тех, кто, возможно, пенсионного возраста, так ему вот шумиха вот эта центральная, она и не нужна. Особенно это касается тех, кто хочет купить видовую квартиру с хорошим панорамным видом на море, но при этом не переплачивая, к примеру, за близость к центру. Здесь есть определенного рода предложение в Мадрид 4, который здесь недалеко находится. Он поближе, получается, к морю, но ценник там гораздо дороже. Процентов, я вам так сразу скажу, на 30. Поэтому они, конечно, объекты разные, но здесь все-таки есть планировки именно для жизни. Там электрическое отопление, здесь централизованное. Поэтому есть свой огромный плюс, и сегодня мы рассмотрим и этот комплекс в том числе. Зачем нам низкий этаж, если можно посмотреть высокого этажа, все квартиры, которые есть в наличии, а уже по нижним этажам я вам скажу, какие есть предложения. Сейчас мы поднимаемся на 17 этаж, бесшумные, хорошие фирмы Кою Лифт, достаточно быстро поднимается. Вот здесь их два, есть грузы пассажирские, в которых я нахожусь, и есть пассажирские. Итак, пойдемте с вами смотреть. Выглядит подъезд вот так, он достаточно скромно. Такое ощущение, что строился по ФЗ-214. Там такие же применяются материалы, такие же характеристики, двери открываются вовнутрь. В общем, все сейчас квартиры с вами детально посмотрим, и по каким ценам все-таки стоит выбирать. Решать вам, оставайтесь на канале. Заходим, они уже распланированы, перегородки все можно убрать, так как вам будет угодно перепланировать. Но здесь у нас выделен санузел. Чтобы вы понимали, здесь гардеробная, можно перегородку разобрать, потому что площадь здесь достаточно большая, 62,5 квадратных метра эта кухня. И сейчас мы с вами выйдем на балкон. Здесь балкон не один. Посмотрите, какая панорама на море. Просто шикарная, шикарная. На 17 этаже 129 тысяч за квадратный метр, 8 миллионов 74. Если мы опустимся вниз, к примеру, там на 12 этаже тоже будет хороший вид, по 117 тысяч уже будет за квадратный метр. Поэтому просто ориентируясь по планировкам, а цену я вам в нижних этажах также скажу. То есть, по идее, это полуторакомнатная квартира. То есть, кухню-гостиную можно переделать вот здесь перегородку, увеличить здесь пространство. И, так сказать, имея выход на балкон. Балкон здесь шикарнейший. Посмотрите, здоровый. Он входит, так сказать, в площадь, которую я вам озвучиваю. Поэтому, возможно, будут стеклить. Сейчас не знаю, когда будет видно это. Но, скажите, все-таки большой балкон многие хотят. Конечно, не все хотят за него переплачивать. Здесь я с вами соглашусь. Но, тем не менее, вот такая вот цена. Вот такие вот виды. 800 метров до моря. И цена 8 миллионов 74 тысячи рублей. Причем выхода-то здесь два. На комнату, в принципе, я думаю, что это излишне. И что-то надо все-таки застеклить. Возможно, вот это вот стало. Идем дальше с вами смотреть. Точно такая же планировка, только получается другой угол. Давайте я вам покажу, так сказать, в какую сторону здесь вид балкона. Это уже прямой вид. Получается панорама еще больше на всю мамайку. И здесь вот бизнес-класс, жилокомплекс Посейдон. А вот он, собственно говоря, на ваших экранах прямо по курсу. Мадрид 4. Больше, конечно же, для отдыха подходит. Потому что электрическое отопление не дешевое. Не то, что, допустим, либо газовое, либо централизованное. Ну и, соответственно, планировки больших квартир по не очень дешевым ценам, я вам скажу. Точно такая же планировка. Заострять внимание на ней не будем. Кухня, комната, санузел, коридор. Ну и для тех, кто все-таки искал большую площадь, пожалуйста. Смотрите, здесь гардеробная. Это коридор. Раздельный санузел, так сказать. Вот, можно как-то из нее сделать совместный санузел, одну оставить гардеробную. И, и, и. Давайте начинаем с вот этой вот комнаты. Это больше подходит под кухню, гостиную с балконом. Выйдем, посмотрим. Вот такой небольшой французский балкон. Вид также на море. Вид также в сторону вверх мамайки. То есть, и здесь у нас вид на разные жилые комплексы. Дальше. Это полноценная, так сказать, двухкомнатная. Но я бы ее уже отнес к такой большой площади. Так, вот здесь получается у нас комната. На балкон мы вернемся. И здесь вот такая большая спальная комната. Хотя, наверное, вот здесь лучше кухню-гостиную сделать. Пишите комментарии. Раз здесь стояки и коммуникации проходят, наверное, целесообразнее все-таки здесь сделать. Кухню-гостиную с панорамным видом. На море, прямое море. Понимаете? Смотрите, какой вид. Площадь-то здесь получается с балконами 88,6 квадратных метров. Можно ее и расширить, по идее, если вы вот эту вот гардеробную не захотите оставлять. То есть, можно ее расширить побольше. Где-то же все убирается. И получается раз спальная комната и два спальная комната. В принципе, тоже неплохо. При этом выйдем сейчас с вами на еще один большой площадь. Смотрите, каких он размеров. Вот так вот он идет. Сюда на угол и сюда. С такой прямой панорамой. Ребята, шикарный просто вариант. За такие деньги, наверное, внизу или в бизнес-классе вы возьмете там половину, наверное, квадратных метров. И не факт, что у вас будет вот такой вот вид на море. Опять же, цена, да. Ценник данной квартиры 11 миллионов 438 тысяч рублей. Можно взять в ипотеку. Смотрите. Для тех, кому, конечно, возможно, нужен бизнес-класс. Это, может быть, не ваш вариант. Но, опять же, несколько квартир на этаже. Монолитное строение. Хорошие планировки. Правильные. Нет плетушек никаких здесь, в этом доме. Поэтому очень интересный дом, который я советую приобретению. Итак, дамы и господа, это жилой комплекс Октябрьский. Если вам понравился обзор, поставьте лайк, поддержите наш канал. По всем вопросам приобретения недвижимости пишите в личку, отвечу на любые вопросы. Вас также интересует, есть ли ремонт в Сочи. Также обращайтесь. На этой красивой ноте я буду желать вам хорошего дня. Всем хорошего настроения. Приезжайте в Сочи. Всем пока.